Мэтт Бролли. «Перекрёсток». Читает Юлия Яблонская. Эллисон. Пролог. Везение привело их поздней ночью на заброшенную ферму на окраине Бриджуотера, куда они решили заглянуть скорее от отчаяния, чем с надеждой. Сотрудники полиции разыскивали Макса Уолтерна, а следователь Луиза Блэквуэлл и её коллега Тимоти Финч были ключевыми участниками следственной группы. Запах этого места Луиза никогда не забудет. Когда следователи, осмотрев ряд хозяйственных построек фермы, вошли в открытый хлев, где животные содержались, должно быть, десятилетиями, на неё обрушилась невообразимая вонь. Земля словно начала двигаться, как только Блэквуэлл осветила фонариком копошащиеся кучи, выстилающие полхлева. Следователь даже отвернулась, не в силах побороть тошноту. «Луиза!» — тихо и взволнованно произнёс Финч. Блэквуэлл справилась с рвотными позывами и вернулась к делу. Финч стоял в углу хлева, его фонарь освещал трупы пропавших матери и дочери. Луиза позвонила в участок. «Правильным было бы оставаться на месте и ждать подкрепления, но Финч не хотел терять времени. «Обойди хлев снаружи», — прошептал он. Луиза тоже не собиралась упускать выпавший шанс. Следователи больше года охотились за этим больным ублюдком, и если преступник всё ещё находится здесь, то она скорее проклянёт себя, чем позволит ему сбежать из-за её пассивности. Женщина выскочила на улицу. Холодный ночной воздух едва мог разогнать гнилостный смрад, приставший к её одежде и коже. Луиза ощущала, будто вонь, проникнув через ноздри и рот, укоренилась внутри тела. Следователь вытянула перед собой фонарь и двинулась по краю заросшей колеи к задней части хлева. В этот момент Луиза Блэкволл и заметила мерцание огня в развалинах фермерского дома. Она свернула за угол и осветила фонарём пространство, затреснувшими окнами. Огонёк внутри дома погас, ярко вспыхнув напоследок. «Здесь есть человек», — тихо проговорила Луиза по рации своему коллеге Финчу и достала пистолет. После последнего убийства Волтона, а именно ужасной перестрелки у доков в Бристоле, Блэкволл и Финчу выделили огнестрельное оружие. Луиза прошла полный обучающий курс, но ей всё ещё было непривычно носить при себе оружие. «Я пройду через заднюю часть хлева», — предупредил Финч. Задние двери хлева вскоре распахнулись, и свет фонаря Финча прорезал темноту. Пульс Луизы Блэкволл участился. «Где?» — прошептал подошедший к ней Финч. В правой руке он сжимал пистолет. Луиза кивнула на главный фермерский дом. «Спереди или сзади?» — поинтересовалась она. «Теперь понятно, что это оказалось её самой большой ошибкой. Они совершенно зря разделились в тот момент. Пусть убийца, вполне вероятно, и мог скрыться». «Ты заходишь сзади», — решил Финч. «Нужно сообщить, что мы обнаружили преступника». Финч пошёл к дому. «Нет времени!» — бросил он на ходу. «Вперёд!» Но Луиза сомневалась. Перед тем, как идти в обход дома, она всё же сообщила в участок о своём положении и общей ситуации. Луиза Блэкволл завернула за угол и, поскользнувшись на мокрой глине, остановилась и огляделась, не поднимая фонаря. Поле за фермой, заросшее бурьяном, напоминало кладбище сельскохозяйственной техники с ржавым комбайном по центру. Обвившие гигантский остров виноградные лозы, казалось, то ли удерживали его, то ли всасывали в землю. За полем располагалась лесистая местность, и Луиза вздрогнула при мысли, сколько человеческих тел они могли бы найти на этом пустыре. Задняя дверь фермерского дома скрипнула. Луиза развернулась на месте с пистолетом перед собой, как её тренировали, но там никого не было. Ей не хотелось связываться с Финчем по рации, это могло выдать его местонахождение, поэтому пришлось одной направиться к двери. Запах внутри фермерского дома напоминал гнилостный смрад в хлеву, хотя теперь желудок Луизы уже спокойнее реагировал на это. Финч мог находиться в опасности, поэтому следователь прокрадывалась вдоль стен и прислушивалась ко всем звукам. Луиза тщательно проверила первый этаж, осторожно обходя выхватываемые фонарём препятствия. «Финч!» — пробормотала Блэк Уолл себе под нос, и вдруг услышала звук бьющегося стекла наверху. Луиза тут же ринулась вверх по деревянной лестнице и чуть не сломала лодыжку, когда её правая нога застряла в дыре на одной из ступенек. «Последняя комната справа от тебя!» — раздался голос Финча. «Я думаю, он убегает!» — добавил он. Луиза на коленках поползла по коридору навстречу Финчу, приказывающему Уолтону выйти. Преступник не отзывался. «Иду туда!» — сообщил Финч. «Он никуда не денется, Тим. Давай подождём, скоро сюда прибудет подкрепление!» — взывала к его благоразумию Луиза, уже понимая, что это не остановит Финча. Тим вовсе не хотел ждать подкрепления полиции, чтобы просто поймать убийцу. Он жаждал личной славы. «Прикрой меня!» — сказал Финч и переступил порог. Всё случилось очень быстро. Финч споткнулся, пробираясь через коридор, и тут из угла в сторону Луизы метнулась фигура. Финч успел выкрикнуть. «Он вооружён!» Субтитры создавал DimaTorzok